Достигнутое между Германией и Намибией соглашение о геноциде, совершённом в период между 1904 и 2008 годами против Герреро и Намо, двух основных племён, населяющих африканскую страну, встретило противостояние. Рассмотрение документов в Национальном собрании Намиби вызвало бурные дебаты. Если текст поддерживается правительством, которое считает его значительным достижением после признания факта геноцида в мае этого года Германии, то финансовая репарация, более миллиарда евро, предложенное бывшей колониальной державой, не устраивает оппозицию. Люди говорят, есть и другие намибийцы, которые пострадали. Потому что мы знаем, что в этот период немецкой оккупации была война. И во время этой войны произошло и нечто конкретное, а именно геноцид. Поэтому мы отклоняем соглашение или декларацию. Они не отвечают потребностям всех пострадавших сообществ. Берлин планирует ряд проектов и инициатив по развитию, чтобы компенсировать страдания, причиненные племенам Гереро и Нама. Но ряд депутатов намибийского парламента считают, что должны быть предприняты шаги в отношении потомков жертв геноцида. Реституция должна заключаться, по крайней мере, в возвращении человека к тому положению, которое он мог бы иметь, если бы не было геноцида. Как компенсировать то, что они потеряли? Это вопрос земли, вопрос движимого и недвижимого имущества, вопрос идентичности и культуры. Многие историки называют истребление десятков тысяч намибийцев немецкими поселенцами первым геноцидом 20 века, предшествовавшим геноциду армян в Османской империи.